здравствуйте уважаемые участники мы начинаем нашу тему я думаю что она многих интересуется судя по тому что участвуют из разных городов из разных стран даже у нас участники вы не забывайте писать в чат потому что мы только так с вами можем иметь обратную связь поэтому пишите меня слышно да нормально видно слышно видно презентацию я думаю если кому-то не видно или что-то не слышно вы пишите здесь нас поддержат я нахожусь центре знаний и мы с вами сегодня будем говорить о курении или и и и о парении или ингаляция это все разные такие термины доказалось бы ингаляция даже ближе к медицинским каким-то процедурам но это все говорит о дыхательных путях которые попадают табачные или и никотиновые изделия вот мы будем об этом говорить и конечно же будем говорить это в разрезе молодежи и так мы с вами немножко вспомним и обзор делаем распространенности употребления вклад курение смертность насколько вредны эти изделия могут ли изделия из нагреваемого табака быть средством отказа от курения как помочь бросить курить основные принципы немножко я так напомню расскажу об этом аспекте и стратегия в контроле на табаком особенно это касается детей и молодежи мое личное отношение я думаю не стоит особо акцентировать внимание но тем не менее эксперты в области контроля на табаком они люди независимые от табачных компаний от дистрибьюторов сейчас это важно говорить потому что табачные компании которые переходят на производство не дымящих веществ они начинают спонсировать исследования и к сожалению так сказать их достаточно искажают я вам об этом расскажу еще позже итак распространенность курения в украине вот семнадцатый год у нас показательно потому что это были международные исследования у нас видите уровень курения среди вот молодежи среди женщин 8 процентов среди мужчин 19 процентов ой среди мужчин 27 процентов всего 19 процентов 27 процентов это видите в общем то неплохой показатель на сегодняшний день почему потому что потом в категории 25 44 года видите уже половина мужчин курящих у нас половина поэтому вот здесь видите еще идет наращивание с пятнадцати двадцати четырех лет эта группа вот как бы от баловства скажем так да от эпизодического употребления наращивает ну и опять же в этой категории люди которые раньше начинали курить а у нас сейчас падает распространенность курения поэтому мы с вами можем отметить вот такую тенденцию что надеемся что все таки все меньше и меньше будут начинать курить что касается вот тенденции да видите тоже общая снижается распространенность ну я всегда акцентирую внимание на отдельно мужчинах и женщинах потому что видите у мужчин это существеннее с пятидесяти процентов до тридцати девяти и семи то есть до сорока это на двадцать процентов идет снижение распространенности курения за последние семь лет среди женщин тоже идет снижение но не такое значительное потому что и тут меньше в общем то и процент их курит и и тут ну тенденции не такие показательные хотя тенденции хорошие по именно употреблению табака что касается немножко вам напомню почему мы говорим о табаке никотине как о тождественных потому что при курении сигарет попадает в организм через дыхательные пути через кровь в органы и в первую очередь в головной мозг попадает никотин то вещество ради которого употребляется в общем то табак или другие бездымные виды табака или бездымные виды никотина да это электронные сигареты и табачные изделия электрического нагревания и вот здесь мы видим попадая в головной мозг частично никотин выделяется он в головном мозге уже через 5-10 секунд у человека ну первой его порции максимум при таком достаточно интенсивном курении достигает через там 7-10 минут и держится так на протяжении где-то там получаса ну а потом резко падает высвобождается при воздействии никотина на рецепторы дофаминергические рецепторы то есть которые скажем тропны которые возбуждают выделение дофамина на эти рецепторы воздействует никотин и выделяется таким образом дофамин дофамин это гормон который дает чувство успокоения чувство такого позитивных эмоций является таким гормоном фактически радости которое такое дает ощущение радости спокойствия и позитивного настроения и вот когда стимулируется никотином эти дофаминовые в это время когда его не достает то есть когда становится много рецепторов потому что рецепторы разрастаются в связи с употреблением никотина чем больше стимулируются эти рецепторы головного мозга дофаминергические тем ацетилхолиновые рецепторы они больше распространяются по головному мозгу и таким образом все больше и больше им требуется вот именно стимуляции никотина чтобы выделялся допамин если у человека который не курит допамин выделяется естественным путем это нейрогормон который выделяется под воздействием работы гипотлоламуса на который воздействует это наша такая подкорковая самая главная структура то когда человек курит у него уже он практически естественным образом все меньше и меньше выделяется он выделяется только при искусственной стимуляции поэтому это вот такой кругооборот который вызывает и зависимость и который снижает яркость эмоций и вызывает больше перепад эмоциональный вызывает часто больше тревожность рассредоточенность то есть это вот как раз те моменты которые показывают что главный виновник нарушения работы головного мозга это никотин также можно говорить о том что никотин и нужно говорить это психоактивное вещество такое же как и другие психоактивные вещества которые классифицируются в международной классификации болезни действующий сейчас десятый пересмотр но уже появился одиннадцатый который в общем-то имеет другую структуру но и в том и в другом классификаторе есть раздел просто F17 раздел это которые в десятом классификаторе это вот расстройство психики и поведения в результате употребления никотина так звучит этот раздел в котором много подразделов там расстройство поведения и синдром отмены и так далее все это звучит для того чтобы врачи могли это классифицировать распознавать ну и конечно же помогать людям бросать курить вот наркологи психиатры знают эти разделы этот раздел F17 и в эти разделы вот как раз входит никотин я почему так останавливаюсь подробно потому что некоторые ну скажем исследователи говорят о том что ну вот доставляет никотин вот эти вот бездымные устройства и видите никакого вреда нету так вот акцент в том что для молодежи особенно и для детей как раз вот непосредственный вред который с каждым с каждой ингаляции это никотин если мы говорим о том что воздействие там например вредных веществ канцерогенов которые вызывают рак это отдаленные последствия это десятки лет скорее всего если мы говорим о влиянии на развитие атеросклероза даже никотина и тоже токсических веществ и это тоже отдаленные последствия то никотин воздействует непосредственно сейчас и непосредственно при каждом при каждой ингаляции попадания в кровь поэтому мы об этом помним и уже это само по себе должно снимать дискуссию о том что это безвредные вещества ну еще хочу напомнить вам о том что распространенность курения у нас постоянно изучается и 15-летние подростки которые закурили в 13 лет и ранее это среди них распространенность курения снизилась видите существенно с 24 до 17 процентов среди мальчиков с 26 до 22 процентов а у девочек с 22 до 13 это опять же тенденция хорошая и даже можно было бы сказать очень хорошая если бы не частичная замена вот в этих показателях курения на бездымные формы вот употребление электродных сигарет у нас у детей появляется видите уже в 13 15 лет 22 процента мальчиков и 14 процентов девочек у нас употребляют электронные сигареты то есть вейпы ну вы можете думаю даже поспрашивать у своих детей или вот у меня племянник еще с прошлого года он в пятом классе когда был он говорил что ну вот ребята там старше на год на два они вот уже на переменках курят в туалете вейпы эти галируют и идут на уроки запаха в общем то специфического как от табака нету и поэтому это дает им возможность в общем то особо не думать о том как скрыть свое курение ну если говорить о вообще ежедневном курении вот это просто атлас в котором представлены все страны поэтому 15 год вот можно увидеть все равно видите что мы еще вот мужчины да то есть на высоком уровне курения да там в беларуси больше но вот и наша восточная европа отличается видите ну тут и китай представлен и азия тоже в азии филиппины индонезия это традиционно высокое потребление но я к тому что у нас еще есть чему стремиться если говорить о сравнивая с европой и с северной американ то мы в таком проигрышном состоянии то есть мало то что уровень жизни намного ниже да у нас чем мы в этих странах западных то мы еще себе портим здоровье употреблением табачных изделий что касается что касается женщин да но тут более выгодная позиция нашей стране в общем то не большое меньше чем во многих странах западной европы это это радует потому что ну традиционно потребление невысокое в общем то среди женщин хотя дискуссии мы постоянно ведем с коллегами что все таки среди молодых женщин большой процент курящих и возможно выборки так сказать скрывают при интервью какой-то статус женщин с курением ну конечно хорошо бы это все проверять еще лабораторно но я вам скажу что когда как у шеф-гинекологом приходят женщины которые становятся на учет по беременности в соединенных штатах где-то 50 процентов женщин курильщиц скрывают свое курение в нашей стране были ну похожие опросы исследования в полтавской области там чуть меньше был процент там не было 50 процентов и ну это приятно было не знаю у нас или более осознательные женщины или не знаю или просто мало их попало как раз попали такие что не курят не знаю конечно хорошо чтобы продолжать исследование ну я к тому что в общем то все равно у нас процент низкий это хорошо что касается по возрастам да вот видите чтобы мы с вами видели опять же тенденции они и в других странах восточной Европы похожи когда у мужчин резко нарастает курение на вот двадцати пяти двадцати девяти годам и держится на таком уровне фактически до пятидесяти лет и потом начинает резко падать это в общем то естественно мужчины уже больше хотят бросить курить поправить свое здоровье потому что чувствует уже в этой возрастной категории большее количество мужчин именно плохое самочувствие но вот такой видите резкий резкий скачок как раз вот здесь вот я бы обратил внимание 15-19 лет и 20-24 вот все таки этот еще резкий переход есть и тут тоже сейчас вейпы будут играть свою роль и бездымные формы табака в чем их роль то что показывают исследования уже научные что это устройства они как раз подталкивают к началу курения это единственный фактор вот вейпинг который подталкивает к курению молодых людей ну вот 13 16-20 лет в Соединенных Штатах эти исследования к сожалению в Соединенных Штатах проводились но вот они определили что именно среди двух тысяч опрошенных это был самый главный фактор единственный вот поэтому вот тут тоже вопрос в том что сами по себе вот эти вейпы они тем плохие что они еще подстегивают к началу или переходу и к обычным сигаретам или комбинации и сигарет и вейпов у женщин меньше переход видите но вот здесь все равно можно увидеть что в возрастной категории 20-24 года и 25-29 вот 20 процентов даже чуть больше куличиц 20 процентов это в общем то показатель высокий да резкий тоже идет вот такой скачок у женщин ну у них с 15-19 да вот меньше скачок чем у мужчин но тоже он есть так идем дальше Беларусь видите тенденция та же Беларусь мужчины зеленые и фиолетовые женщины тоже даже чуть больше женщин чем в Украине курение и и тут больше среди мужчин как Беларусь выше уровень курения чем в Украине ну если все-таки перейти к цифрам да вот к сожалению вот этот вот никотин он создает крючок на который подсаживает людей и люди даже когда уже в зрелом возрасте осмысливают курение как это вредно как это плохо им трудно бросить курить где-то 60-70 процентов задумаются над тем чтобы кинуть курить курильщиков а удается это сделать делают попытку только где-то там 20-30 процентов удается это сделать 1-2 процента то есть очень нелегко это сделать и чем позже это делается тем тяжелее вот электронные сигареты употребления в Украине ну слышали понятно будет большой процент видите а использовали вот 10 процентов тут в этом исследовании которые проводили в семнадцатом году это было 10 процентов мальчиков и чуть меньше 5 процентов девочек ну и постоянных курильщиков пока еще говорится ой не мальчиков и девочек а всего людей а постоянных курильщиков видите все таки пока там где-то 2 процента мужчин и меньше 1 процента женщин то есть вот мы с вами говорили о молодежи 13-15 лет да так там 20 процентов фактически употребляют а тут 10 процентов ну среди всего населения то есть основные пользователи все таки это молодые люди активные пользователи начинающие пользователи все все в общем-то в сегменте достаточно молодом что касается уже непосредственно айкосов можно что сказать то есть это бездымные формы да но не электронные сигареты а те которые табачные стики имеют что значит есть тестирование бесплатно есть колл-центр обучение причем позиционируют айкосы эти как ну прямо вот такие безопасные формы отказа от курения и позиционируют их что это для тех кто хочет бросить курить знаете очень красиво они зашли к сожалению для нас красиво ну айкосы это вот непосредственно произведение так сказать филипп морис и филипп морис выложила в 16 году миллиард долларов на промоцию этого продукта миллиард долларов да по всему миру но миллиард долларов и зашли они сразу в десятки стран в том числе в Украине в том числе они красиво все продумали то есть миллиард долларов это не просто купить средства массовой информации это хорошо продумать свою компанию вот они и продумали то есть идет позиционирование что это вот буквально так сказать новый вид да новое поколение вот открыты фирменные магазины открыты разные точки продажи и киевляне особенно это могут подтвердить у нас каждый табачный киоск имеет такой логотип айкосов у нас в сельпо точки продажи есть тоже они позиционируются очень ярко также есть специальные такие как сказать умные места да дружественные к общению и в том числе там предлагают и обучают пользоваться этими айкосами ну и что к сожалению плохо что у нас отсутствует регуляция продажи табака айкосов и вот агрессивная реклама недостаток еще научных данных о вреде они есть я вам расскажу о них сегодня но их еще так сказать ну вот по сравнению с тем что есть о табаке дым дымящим да о табачном дыме еще их мало ну и они видите так себя позиционируют да как вот электрические формы немножко стилизованно вот похоже на айфоны поэтому конечно молодые люди обращают на это внимание обращают вот ну сами стики имеют предупреждение о вреде здоровья но там нету картинок пиктограмм нету то есть есть только текстовые предупреждения они меньше тридцати процентов занимают и по сравнению с табачными да где пятьдесят процентов то и пиктограммы есть тут конечно это намного менее заметно вот не распространяется на айкосы запрет курения в общественных местах вот не прописано в нашем законодательстве я же говорю к сожалению эти айкосы очень быстро ворвались как новый продукт и не попали в поле зрения именно контроля над законодательством контроля над табаком и запрет на рекламу продвижение спонсорства тоже его нету так как вот я же говорю оно выпало как предмет табачный ну принцип работы электронные сигареты в общем то немножко другой да тут именно есть нагревание картриджа в котором есть смесь и паровой такой как бы генератор ну который выделяет пар и это фактически очень гордятся этим курильщикам что у них не дым а пар ну это электронная сигарета так ну какое преимущество преимущество по сравнению с обычными сигаретами это при использовании табачных изделий электрического нагревания и электронных сигарет горение табака не происходит и он не выделяет угарный газ и те 7000 химических веществ которые выделяет сигарета при горении табачной воды табачные изделия электрического нагревания дают где-то 350 то есть в два раза меньше температура нагревания и за счет этого и того что это не горит а вот нагревается только меньше этих веществ но они есть они все равно есть и это это надо четко понимать и я призываю своих коллег четко об этом говорить что в электронных сигаретах в табачных изделиях электрического нагревания такие как айкос и глот другие не будем перечислять фирмы они могут заходить все больше больше и больше но независимо от этого там вредные вещества есть в первую очередь это никакин но и канцерогенные есть вещества и токсические есть вещества тенденция мы с вами понимаем рынок удваивается каждый год но они не являются способом отказа от курения это точно то есть это многие уже медицинские ассоциации международные мировые эксперты всемирная организация здравоохранения генеральный хирург соединенных штатов америки многие сообщества кардиологов международные пульмонологов говорят о том что электронные сигареты и вот эти все электрические средства доставки никотина не являются способом отказа от курения вот это 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 уже четко на сегодняшний день позиционируют специалисты поэтому прислушивайтесь к экспертам и это должно быть нашим кредо потому что любыми способами табачная индустрия сейчас хочет чтобы коллеги говорили о том что кто не может бросить курить пусть переходит на менее вредные вещества но я на этот тезис всегда говорю такой главный тезис что таких людей нету которые не могут бросить курить а да сегодня этот человек будет вам говорить что он не может не хочет бросить курить он вообще не хочет об этом думать хочет бросать он только вчера купил этот айкос да там за энную сумму денег и он получает удовольствие и так далее но завтра обстоятельства могут сложиться так что его сознание изменится ну хуже когда это под воздействием каких-то экстремальных условий таких как инфаркт и инсульты когда человек попадает в реанимацию когда он попадает в тяжелые в тяжелое состояние впадает и тогда он очень резко меняет свое мнение о том что он не хочет бросать курить и бросает курить ну и бывает просто какие-то какие-то на него воздействуют факторы какие-то внутреннее состояние меняется и он из сегодняшнего категорического курильщика и того кто совершенно не хочет задуматься об отказе от курения завтра отказывается поэтому мы не можем так знаете ярлыки цеплять на наших пациентов на наших клиентов на людей что ну если не может бросить курить то пусть употребляют нет любая вот эта замена электрических приборов обычным табаком это тоже самое употребление никотина употребление вредных веществ сохранение зависимости сохранение вредного воздействия на головной мозг и для того чтобы от этого уйти надо полностью избавляться от всех видов доставки никотина и табачных изделий ну вот например да такой вот был показатель интересное в соединенных штатах и в японии в японии вот как раз электрические вот эти вот табачные изделия исследовались их рынок ведь у них в общем то тоже взрыв произошел в шестнадцатом году и пошел пошел вверх да и прогноз такой что будет будет дальше расти а в соединенных штатах это исследование по электронным сигаретам видите тут как бы ну вот где-то с десятого года не до уже поступает но здесь тоже подъем постоянно идет но не такой резкий но тоже видите тенденция подъема то есть фактически видите в развитых странах доступность больше и ценовая доступность для них больше понятно этих устройств поэтому там вот они очень активно распространяются тоже ждет и наши страны ну входит или вот в электронных сигаретах это пропиленгликоль растительный глицерин а в айкосы да входит никотин ароматизаторы и когда нагреваются продукты табака даже до 350 градусов все равно ученые обнаружили что выделяется опасные формы канцерогенных веществ формальдегиды различные которые при горении пластика например выделяются они очень токсические пропилены оксиды ацетолы то есть разные канцерогенные и токсические вещества которые как раз очень негативно влияют на легкие на слизистые оболочки в первую очередь дыхательных путей но и влияют также и растворяясь в крови на разные органы системы и могут токсическое воздействие на сосуды производится на сердце почки выделительную систему вообще всю поэтому опасные тенденции и они сохраняются ну видите риск в чем еще вот этих вот электрических форм что никотин достаточно там легко получается то есть не надо даже горения да фактически вставил человек стик подогрел этот стик табачный и все никотин поступает даже определяли что возможно при длительном применении если говорить о годах то есть себестоимость дозы никотина дешевле чем в обычных сигаретах ну тоже это в общем то понятно поэтому пока что привлекательность во многом перевешивает эти формы обычные табачные изделия поэтому молодежь на них больше реагирует ну вот я уже говорил да эти канцерогенные нитрозамины и алкалоиды вот уже даже сленг придумали попкорновские легкие это когда у рабочих фабрик на которых в соединенных штатах это так сказать вошло в обиход у некоторых врачей высказывание когда у рабочих фабрик где изготавляют попкорн они возле разжаренных печей находятся противни из которых выделяется масло да то есть они ингалируются этими маслами на которых попкорн поджаривается и получают такие ну это фактически можно сказать эмфиземные легкие которые теряют свои эластичные свойства под воздействием вот этих вот разогретых масел тоже происходит и при употреблении вот электронных сигарет этих катриджей использование этих катриджей ну доза никотина да вот она не то что сравнима даже с дозой прикурения а она я бы сказал даже и может быть и выше и выше почему ну как бы выше и больше можно получить никотина потому что нету такого отслеживания как в курении сигарет да что достал пачку достал из пачки сигарету поджег то есть тут этого нету ни в электронных сигаретах ни в этих вот айкосах и других электрических формах то есть получается вот вставили стик да ну как бы быстрее процедура нету уже одного элемента не надо доставать зажигалку или там спички прикуривать уже проще уже быстрее раз быстрее значит ну и нету не знаю неудобства что надо там раскуривать да или еще что то ну то есть все сигарета готова быстрее к употреблению ну и вот надо еще отметить что в самих этих картриджах которые в электронных секретах в них и содержатся разные ароматизаторы да которые ну я же ароматизаторы ну вот например цинном мальдегид да это там такое канцерогенное вещество которое выделено было вот из ароматизатора который со вкусом корицы там вот он токсичен да вот всякие альдегиды тоже ну то есть определение есть этого просто понимаете вот когда вот сейчас говорю заинтересованы очень производители электронных этих устройств в исследованиях но какого рода исследованиях они берут группу например людей которые курят сигареты сравнивать с теми кто курит вот эти электронные виды и еще третью группу берут которые употребляют например смешанно и сигареты и электронные эти устройства и вот определяют что показатели например здоровья лучше у тех кто курит электронные сигареты употребляют по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты и кто курит смешанный вид да, но тут же не хватает в этом исследовании еще одной группы контрольной это людей, которые не курят ничего и которые подобны по состоянию здоровья и сравнить с этими людьми вот тогда это будет картина более полная потому что так, понятно, ну меньше да, меньше они определили воздействие этих веществ но оно-то сохраняется, оно-то есть поэтому сейчас все больше и больше появляется данных о вредном воздействии чем больше будет лет, тем больше будет этих данных, безусловно но тенденции уже понятны вот, например, уже сделал Генеральный фирм Соединенных Штатов еще в 16-м году видите, именно такой обзор очень основательного употребления электронных сигарет среди детей и молодежи это, видите, труд на 298 страницах к сожалению, он не переведен насколько я знаю, ни на русский, ни на украинский но в доступе он открытом есть и его резюме есть там на 30 страницах то есть, в общем-то, на английском он доступен и в сокращенном варианте и в полном варианте там очень много ссылок на литературу очень много ссылок на воздействие как же оно воздействует то есть, вот уже, скажем, начало такое основательное положено именно основательное то есть, не просто отдельные исследования уже систематизированные исследования негативные значит, что там вот в этом резюме основное есть ну, что использовали электронные сигареты среди молодежи и молодых людей на настоящее время это проблема то есть, определяется, да, что это проблема это вызов в последние годы значительно возросло употребление, видите, в 9 раз среди школьников, 9 раз ну, у нас, опять же, смещено немножко, да там раньше появилось это все, у нас позже вот, и эти продукты в настоящее время являются наиболее часто использованной формой для молодежи видите, и наша страна тоже это подтверждает ну, и в Соединенных Штатах превосходящие традиционные табачные изделия ну, они превосходят потребление вот они превосходят употребление сигар жевательного табака, кальянов ну, и никотин может вызывать зависимость да, это понятно, что эти вещества, ну, это вещество вызывает поэтому вот это употребление этих электронных сигарет вызывает и, безусловно, наносит вред ну, надо еще отметить, что тоже там есть в обзоре важная такая составляющая, что это хороший, как бы, ну, хороший для людей, зависимых от наркотиков это хороший способ доставки еще и наркотических веществ то есть, как бы, прибор удобный для использования вот, поэтому некоторые начинают его использовать как доставка ингаляционная наркотика ну, хотелось бы отметить, что все-таки, вот, сейчас ставят тенденцию такую на, как бы, такой государственный уровень некоторые страны и очень, очень приятно, что именно появляются такие манифесты за будущее без табака эндгейм, да, то есть конец табачной игре когда меньше 5% курильщиков в стране становится и тогда можно перестать продавать табак видите вот, страны представлены, которые себе декларируют эти цели Новая Зеландия, Швеция в числе передовиков вот, со шведскими коллегами я общался в Стокгольме они такую, имеют решимость активизировать через общественные организации парламент, правительство чтобы эта политика контроля над табаком продолжалась и чтобы действительно было все меньше и меньше курильщиков и тогда можно ставить вопрос о том, чтобы не продавать поэтому хороший пример для нас хороший, вдохновляющий такой, да подход, который мы можем тоже взять на вооружение я пока не слышал от наших политиков даже такой мысли чтобы они ставили какую-то цель там через пускай 40-30-40 лет чтобы этого не было ну пока что стратегия на ближайшие годы такая, что должна быть хорошая регуляция продажи вот этих вот электрических всех приборов и устройств и водить надо акцизы на них повышать их потому что ну например на Айкосы есть акцизы как на табачные изделия но электронные сигареты нет свободные от общественных места Айкосов тоже еще пока нет мы с вами говорили да чтобы была не брендированная пачка там сигарет этих стиков не 30% а такая во-первых одинакового цвета вот как уже в некоторых странах вводится это и многие страны планируют это в ближайшие годы вводить например первой страной которая это вела это была Австралия вот в Австралии уже эти пачки есть не брендированные там во-первых больше 60% поверхности пачек занимают предупреждение о вреде курения и пиктограммы или фотографии с последствиями курения и одинакового цвета не светло оливкового такого цвета вот ну запрет выкладки сигарет и вот этих вот конечно же всех устройств должно быть обязательно потому что это промоция это реклама видите сейчас киоски даже наши вот эксперты которые занимаются экономикой табака они подчеркивают что ну столько не окупают себя киосков сколько например находится там в Киеве табачных но они себя ну не окупают в смысле что столько не продается там сигарет чтобы вот там платить за их аренду но они окупаются в том смысле что это такие вот негласные точки рекламы табака то есть вместо бигбордов вместо сити лайтов стоят киоски и табачные индустрии заинтересованы что чем больше их тем лучше и на каждом киоске просто выкладка сигарет да на каждом киоске вот этот вот значочек айкос тоже там бывает в рамках он подсвечен на эти устройства вот пожалуйста пожалуйста берите используйте обращайте на нас внимание и эти киоски и возле школ и возле учебных заведений где угодно я вам говорил что расскажу и о нашем сервисе это такой вот такая возможность хорошая все-таки тем кто думает о том что он бросит или по крайней мере увидеть рекламу зайдет хотя бы на сайт посмотрит а что же там пишут для тех кто вот курит для них есть вот этот вот телефон с 9 утра до 9 вечера в будний день и сайт пожалуйста можно зайти позвонив человек попадает на профессионального психолога который общается и дает рекомендацию с человеком вырабатывает его отношения тактику к курению к отказу от курения можно определить самому на сайте можно с помощью консультанта свою степень зависимости от табака причины курения то есть насколько это больше психологические физические и можно определить готовность к отказу от курения тоже что немаловажно вот человек чтоб сам это для себя увидел ну и если он хочет бросить курить то для него важно определить для себя опять же сам он определяет но с помощью может сделать это с помощью консультанта он определяет для себя день отказа от курения вот мы считаем что когда мы говорим что закончилась консультация тем что человек задекларировал конкретный день календарный это уже полноценная так сказать завершенная консультация первичная это очень хорошо почему ну это важно потому что человек когда визуализирует для себя да вот конкретно день он уже свой настрой программирует на то что он в этот день отказывается от курения значит он психологически себя готовит можно физически себя готовит он понимает он план разрабатывает отказы то есть как он к этому дню подходит там как он будет там удалять предметы которые ему напоминают о курении как он не будет искушаться курением в тех местах и моментах когда они его провоцируют что он будет делать когда он понервничает но не закурит вместо этого что он будет делать и так далее то есть вот такая программа она звучит может быть так немножко пугающая программа но на самом деле это действительно такой взгляд в будущее что же делать без табака человеку который привык все делать с табаком чтобы не закурить и остаться некурящим и полностью избавиться от этой зависимости вот такой простой подход с одной стороны с другой стороны он индивидуальный потому что у каждого человека есть свои какие-то особенности вот консультант прислушивается к этим особенностям и консультирует человека также у нас есть повторные консультации на этой линии то есть человек если ему консультант предлагает если он будет за это то консультант ему еще позвонит за день до отказа от курения то есть предложит ему еще и поддержку за день до отказа от курения потом через день после отказа от курения или через несколько дней после отказа от курения то есть это тоже важно потом через две недели то есть идет такой знаете поддерживающий момент потому что как определяют вот подобные сервисы что это очень важно а почему важно первые вот эти вот звонки потому что первые дни и первые недели после отказа это ну такие критические дни это самые сложные для курильщика именно для бывшего курильщика вот эти вот первые дни ему тяжело ну видите это такой пример уже социальной рекламы я их часто использую на своих лекциях это то что говорит о том что если раньше рекламировали сигареты ковбои да их так и называли ковбои марбара то из них получается и хорошая в том числе антитабачная реклама если если нужный посыл сделать причем вот этот вот к сожалению сюжет взят фактически из реальной жизни был такой американский актер юл бринер который рекламировал мальбаро и он уже снимался вот в этих вестернах и он умер от рака легких был курильщиком заядлым и когда он умирал записали его на пленку и видео это так сказать обращение пустили по телевидению когда он уже умер и он там обращался и говорил что я умер от курения я вас призываю бросать курить и это была сильная такая промо акция построенная конечно на печальном событии но тем не менее человек сам решает это чтобы помочь другим бросить курить ну тоже такой вот использую очень наглядное да то что содержится в сигарете оно содержится в батарейках в батарейке вот мишьяк там содержится в краске для типографии ацетон там свинец тоже используется в аккумуляторах формальдегид вот уже сегодня не раз его упоминали это заспиртованная лягушка в формальдегиде то есть это все химические вещества которые вредные да человека избегает их да он не дышит там минзином специально да или там ацетоном но он добровольно дышит сигареты которые все это содержат добровольно всегда и та сигарета которая нагревается но не горит она несет в себе тоже эти же химические вещества и это конечно негативно ну опять же интерпретация ковбоя мальмборона который показывает насколько насколько это уже въелась реклама и ее бы изменив можно тоже воздействовать и заставить задуматься человека а стоит ли ему курили вместо мальмбора тем же капслоком тем же шрифтом написанным патентом примеры пока что к сожалению не видел я вот против айкосов таких как бы уже специфических вот уже говорю ворвались они быстро вот принцип остается тот же самый принцип как бы промоцией здоровья это чистый воздух без дыма без табака без никотина это когда человек живет свободно от этого и ничего этого не употребляет поэтому вот сейчас специалисты делают все чтобы найти много много систематизировать научных данных о том что употреблять любые формы табака никотина это вредно для здоровья это однозначно вредно и это не способ отказа от курения вот это вот две два тезиса очень простых которые в общем то должны осознаваться общество и поэтому вот мы об этом говорим не эти пачки сигарет ну это может быть в будущем так и будут у них печатать чтобы это было правдиво да и показывало что на самом деле вот такие вот и вызывают опухоли и высасывают деньги да и рвотные и раковые это такой креативный тоже подход от американских коллег мы просто перевели на украинский это говорит опять же о том что надо делать активную промоцию именно вред вреда курения вреда употребления этих всех табачных изделий и будет действительно меняться соотношения тогда в обществе больше регуляцию делать и тогда мы будем ограждать детей молодежь от агрессивного воздействия от ежедневного воздействия у нас например так до сих пор законодательство не продвинулось вот в тех законопроектах которые мы давно на которых настаиваем это закрыть витрины магазинов выкладку сигарет закрыть чтобы их не видно было вот чтобы это не было рекламными точками а были точки продажи значит прайс есть человек просит совершеннолетний и ему дают прайс он выбирает товар а в другом законопроекте у нас описана регуляция электронных сигарет то что они должны регулироваться и не должны продаваться несовершеннолетним и так далее и так далее то есть основные позиции основные позиции по вот этим вот бездымным устройствам они заложены вот в двух законопроектах которые уже правдами и неправдами тормозит наши законодатели которые заинтересованы в том чтобы тормозить которых поддерживает тамачная индустрия они в общем то чуть ли не открыто против этих законопроектов чуть ли не открыто поэтому конечно с айкосами тоже предстоит еще большая работа то есть это только такая новая форма которая видите те формы электронные сигареты уже существуют где-то лет 6-7 на рынке они и то и то с трудом не хотят вводить регуляцию а с айкосом я думаю тоже будет такая борьба но тем не менее нам надо уже сейчас создавать общественное мнение говорить с лидерами молодежными с детьми с родителями их с учителями о том что именно это воздействие негативное на здоровье и это приводит к зависимости и это не решает никакие проблемы замена сигарет на вот эти устройства все что они такие же виновники во всех проблемах как и сигареты вот я благодарю за внимание мы уже с вами больше часа общаемся если есть вопросы пожалуйста пишите пока что я вижу просто здесь обратная связь что все нормально все было видно слышно да по поводу вот спасибо за вопрос Алексей спросил является ли дым или пар от электронных сигарет опасными для окружающих значит он исследует его воздействие как говорится и определили что все таки он негативно воздействует на окружающих но не таким скажем мощным образом как табачный дым не такое то есть воздействие мягче скажем так меньше меньше все таки это воздействие но тем не менее определили что оно есть понимаете если так на на первый взгляд казалось что его нету то оно все таки есть оно все таки есть вот поэтому особенно в закрытых помещениях значит надо избегать этого если на открытом воздухе это минимальное воздействие там только вокруг курильщика на том там где закрытое помещение и чем более оно закрытое там не проветривается меньше больше там вейперов находится то конечно же будет воздействие больше негативного ну как это визуально да определиться ну во-первых вы можете почувствовать запах запах ароматизаторов вот ну и и дым на вас идет да и пар этот вот пар и вы его вдыхаете ну такие субъективные можно еще подключить ориентиры так что пока что у нас больше да нет вопросов да спасибо за отзыв тема видите такая новая я думаю что если кто-то будет искали копаться в научной литературе потому что я сегодня все время это мнение об обобщенное но мнение ученых мнение независимых то мы будем конечно говорить все большим-большим показатели негативного воздействия на здоровье пока что некоторые коллеги ну скажем так или отмалчиваются или ну скажем так не выступают активно так против как против табака но я же говорю это просто дело дело времени дело того что они хотят вот чтобы были уже неоспоримые там прямо мощные доказательства вот но мы с вами не должны этого ждать потому что никотин тоже умеет ждать понимаете это психоактивное вещество которое с каждой затяжкой затягивает человека и пока исследования придут что это вредно сто процентов и все будут говорить о вреде уже к сожалению человеку будет очень сложно от этого отказаться поэтому я заканчивая сегодняшний вебинар хотел бы пожелать нам быть с вами такими промоутерами именно бездымной жизни и без табачной безникотиновой чтобы никакие формы зависимости не воздействовали наших друзей наших близких естественно на нас самих быть таким примером здоровья вот ну и я думаю что подхватит молодежь большинство все таки не курят не употребляют эти вещества большинство молодых людей сориентируется правильно спасибо за внимание